Я в браке 7 лет, совместному ребенку 6. Муж в церковь не ходит, я в церкви. Неоднократно бил меня, пока я не подала в суд. После суда он перестал поднимать на меня руку, но в отомщение мне развелся. Не смог пережить, что я сняла побои и подала на него в суд. Живем ради ребенка вместе. Квартира в ипотеке, разъехаться некуда. Все свободное от работы время он играет в компьютерные игры, а я занимаюсь воспитанием, служением, работу. Интересы различны. Стоит ли продолжать жить ради того, чтобы у ребенка был отец? Он постоянно играет в танки в выходной с утра до поздней ночи. Мне очень нравится момент. Мысленно аплодирую этой женщине, которая пошла и написала заявление. Успокоился мужик? Да. Вот это сразу. Простить не смог, пошел развелся. Ну хорошо, развелся. Но слава богу за ипотеку в данном случае. Вот во всем можно найти плюсы. Я бы не рекомендовала вообще. Вообще вот это вот развод. Что он решает, этот благословенный развод? Ну что он решает? Ну вот вы уже развелись. И что? Все равно живете вместе. Ну все-таки можно, мне кажется, построить отношения, если вы живете на одной территории, попробовать. Ну будет другой мужчина, там бить не будет, но будет что-то делать другое. Ну этот же не бьет, понял, нельзя. Вот это, кстати, я за что люблю мужчин, с ними вообще очень просто. Они знают, вот сюда Жига, он не верит, пока не потрогает. Да, потрогал Жига, все, он не возьмет. А женщина устроена по-другому. Она искренне наступает на одни и те же грабли и искренне верит в то, что ее ударит в этот раз как-то по-другому. Потому что мы более эмоциональны, мы более интуитивны. И нам кажется, что это вот не так на самом деле. И начинает нас там крутить-вертеть. У мужика все просто, все линейно. И поэтому, мне кажется, если мужчина живет на одной территории, танчики – это способ уйти, как-то себя развлечь. Слава Богу, танчики, а не алкоголь и порнография. Поэтому я лучше за танчики, чем за это. Поэтому тут вот все дело в сравнении. Тем более вы женщина Божья. Тем более, что вы уходите в церковь. В церковь вообще Бог ненавидит развод. И поэтому, если есть сейчас еще шанс что-то сохранять, то, ну я опять же о взаимной любви, да. По крайней мере, я не верю, что этот человек живет с вами 24 часа в сутки и у него совсем нет никаких чувств. Да, ну неправда. То, что он там обиделся на вас, да он даже благодарен вам, что вы и так сделали. Вы первая женщина, которая сказала и сделала. Аплодирую вам. Спасибо. Спасибо.